Понимаете, его очень романтическую дать. Ещё про Тессу со Скоттом говорят, что это пара, которая под любую музыку будет танцевать, будет катать романтическую историю любви. То есть вот есть что-то в этой паре, есть вот это отношение, и они как-то так умеют выразить это отношение на льду. Ну ладно, хватит комплиментов, я думаю, что мы ещё их не раз похвалим и не раз будем им восторгаться. Ну а это чемпионский произвольный танец Изабель Талабеля Оливье Шенфельдера. Тоже любопытно так сразу смотреть после наших, после канадцев, сразу французы. И вот чувствуешь, что такой мастодонты катаются, да, в хорошем смысле. Молдость и опыт, да, рядом. Так это видно, так это заметно. Видно, да, опыт, который позволяет ребятам тоже сейчас свободно держаться. И они, знаете, они ведь, если посмотреть, они ведь глубже, чем канадцы. Ну, у них такая, знаете, у них, у них более, знаете, глубина, юная глубина, она тоже имеет свою глубину, свое отношение, свои в этих более уверенных отношениях. Не, не, юная страсть, она, она зажигательнее, но она поверхность. Ой, ладно, просить нас за это тут, увлеклись, я понимаю. Паша Оливье. Паша Оливье. Ладно, да. Да, действительно, как он бережно к сыну, я к сыну еду. Оливье, сейчас норма француза, у меня сын ждет, маленький сын ждет. Это прекрасно, конечно. То есть, видите, как, знаете, они вот, они, да, они, да, они, да, переигрывают, 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 да, переигрывают, превосходят. Превосходят, да, побеждают актерское мастерство, конечно, потому что очень много жестов, которые, естественно, доходят до зрителя, видите, они поживают. Ну, так это же помните, вот эти еще жесты-то нам же тогда раздали эту бумажку. Да, глухонемые, да. Да, 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 что это же сюжет, известный сюжет, мировой сюжет, митографический сюжет. Как бы, и вот эти жесты, это язык глухонемых, как тоже история любви глухонемых и объяснение вот на языке глухонемых. Я думаю, какой можно найти синоним слову «глубже», за которым мы зацепились, наверное, они как-то философичные, я бы так сказал. Потому что все их программы, все последние программы, наверное, четырех сезонов, всегда так наталкивают на какое-то размышление. Не только на чувства, но и в то же время на обдумывание того, что они предостроены. Конечно, заставляют и помогают думать каждый о своем, несмотря на эту программу, конечно. Чистейший, конечно. С поддержкой, чистейший сход с нее. Да, это был действительно эксперимент, очень отважный эксперимент, который с золотым... Их ругали за эту программу в прошлом сезоне. Ну, что-то, может, не ругали, а осуждали. Когда их не ругали, да? Ну, то, что, в общем, они скопировали этот сюжет, скопировано, в общем-то, было практически все в этом танце. И костюмы, и вот мы видим, что у него на шее специальный рисунок там нанесен. В общем, много было критических замечаний в их адресе, но это не помешало им выиграть. Так же, как в этом сезоне, они тоже слышали некие критические замечания. Ну, их всегда критикуют, потому что они всегда пытаются делать что-то новое, пытаются идти вперед. А каждый такт вперед, он всегда, конечно, подвергается обсуждению, а правилен ли это шаг, а туда ли это шаг. Поэтому, конечно, в общем-то, можно сказать, что у них в этом плане карьера несколько революционная получается. Все равно хороши, да, так смотришь на них. Нет, это в полной мере имеет место быть. Действительно, ребята очень интересные, трудолюбивые ребята, и мне очень нравится, что они в поиске. Вообще, мне нравится, когда, я думаю, не только мне, нравится, когда спортсмены ищут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!